С миром вам, Игнать Тихонович. С миром. Я вас не вижу. Не видите? А я вроде включил это самое. Ну вот так видно. А как? Сейчас попробую нажать, перейти к звонку, да? Ну так видно. Так видно. Видно так. Я вас вижу. А меня видно? Да, вижу. Всё. Я прошу почти. У меня рука короткая, поэтому я на даче. Ну ладно. Вам сколько лет? Мне 61 уже было в мае. То есть вы уже на пенсии? Ну знаете, я на пенсию ушёл в 21 году ещё. Поэтому сейчас так в охране. Рано ушёл. Выслуга небольшая. Так, я сразу вам говорю, что у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, Игнать Тихонович. Всё. Давайте по порядку. Вы на пляже идёте и загораете, да? К примеру. Ну и не сейчас, а вопрос такой. Никак. Нам это... Зачем туда идти, когда, во-первых, солнечные вот эти... Сегодня сильно вредно влияют на человека. На раковые болезни. Я вам не советую это делать. В курсе. Просто люблю купаться. Загорать не особо люблю. Если загорает... Ну а купаться-то купаться. Вот у нас вот он не купается, а плавает, как морж. В одежде даже специально. У мусульманах он делает одежды, которая пропускает воду. А чтобы раздевались, они там мужики, какие-то женщины были. Такого нету у них. Нам просто надо увидеть. Где-то люди живут более строго, чем мы. Я слышал про это и в православии от... Блогер есть такой. Забыл у него мусульманское имя. Он сейчас на СВО ездит. Он как раз говорил, что христианин тоже должен в одежде купаться. Так, я вам что показал? Вот. То, что и у меня. Вот смотрите, как у нас молятся. Десять поклонов Иисусу Христу. Десять Божьей Матери. Дальше Ангел-Хранитель, Ян-Креститель, Никола-Чудотворец. И дальше все пророки. Здесь, говорится, небесные силы. И далее мученики. Все святители, жены и дети. Сто поклонов. У нас сто поклонов молитвы. Через каждые два часа дозвон. Вы с нами-то еще не молитесь вместе? Нет, это первое. Я давно с вами уже, я не знаю, лет 10-15 начинал еще общаться. Но по скайпу вживую, наверное, первый раз. Ну, вы заходите, я скажу. Вы там, я гляжу, там Акафисты днем считаете. У нас работают люди. Это надо много времени иметь. А через каждые два часа неполных собираемся. Кроме того, занятия идут почти каждый день. Так что вы приспособьтесь. Вы получите очень богатое сокровище. Давайте, вопросы ваши какие? Да, ну вот у меня вопрос был по четкам, я понял. Это надо потом более подробно записать. Иисусова молитва как у вас проходит? Как правило Иисусова молитва? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Восьмисловная. А как часто вы ее читаете, куда она входит? Правило входит утреннее и вечернее? Я не понял. Вопрос какой? То есть вот утреннее правило вы проводите, вечернее правило христианин проводит. Она входит, в четочное правило Иисусова молитвы, в это правило, допустим. У нас так не считается. Кто? Потому что я понял. Что у вас входит по порядку? Мы считаем вот это, вот что я сказал. И кроме того, свои все нужды открываем перед Богом. Кто-то болеет, кто-то путешествует, кому-то надо что-то. И мы все знаем нужду друг друга. Мы не просто так. А вот это, что Иисусова молитва непрерывно, это люди придумали. Больше трех раз фактически к Иисусу не обращаются. Три раза. А остальное с просьбой. Господи, благослови меня на такое-то, я куда-то еду. И опять, Господи, просьба должна быть. А не так, что Господи Иисусе Христе, как будто Бог глухой. Поистине мы должны это знать. У нас, когда читается, не больше трех раз. Первый. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Потом. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. И дальше, что услыши нас, Господи. Потом. Благодарим Тебя. И третья ступенька, славословие Господу. Молитва трех ступенчатая должна быть. Просительная. Там все мусульмане, буддисты. Вторая. Благодарение. Получил, не получил. Златоуз говорит, благодари, Бог делается должником. И третья. Славословие. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Везде славословие Божие. Ну, понятно. В Евангелии же и в Библии сказано, молитесь постоянно. Вот и святые отцы в добротолюбии, в пятый том. Они же все время говорят, надо молиться Господе Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, или восьмисловную. И то же самое отцы говорят, надо в утреннее и вечернее правило вставлять Иисусову молитву. И молиться по времени или по счету, как бы. И стараться больше и больше делать. Ну, больше делать это постоянно повторяют, когда Иисусову молитву, это неверие в Бога. Неверие. Как будто Бог глухой. В Библии нигде нету, что больше двух раз Господи говорили. Даже Давид говорит, псалтырь, Господи мой, Господи, все. А что, Господи, на каждом шагу, он говорит, воззови ко мне. Воззови один раз. Я услышу тебя и исполню. Это люди придумали основное. Я насчитывал книги «Доброта, любие», «Златоуста», полностью 12 томов, «Жития». И Библии не подтверждаются. А Евангелие, 12-48, Евангелие от Иоанна. Господь говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А раз оно будет судить, вот поэтому и будет. Где? 25 глава Евангелия от Матпея. Я жаждал, напоили. Алкал накормили. Я в узах был, посетили. Нигде нету, чтобы я непрерывно повторял одно и то же слово. Это монахи придумали от безделья. Мы должны это узнать. Они профухали все. В 7 веке возникает мусульманство. Их сегодня 2 миллиарда. Упустили это они. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Евангелие, Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. А рассеявшиеся ходили жены, девы, дети. Все благовествовали. Каждый день прибыли. А сегодня никого нет. У нас в храме люди, которые приходят. Есть такой священник, игумен Петр Мещеринов. Ему подчиняются все молодежные организации православные, Московского патриархата. И он говорит, у нас 85-90% пустота. Люди стоят, ничего не знают. Главное, свечку затеплить, поставить. А свечки какие? Не восковые, нечистые. А нечистые, Либи говорит, 10 глава, 10 стих, нечистому идет. Вот мы отдельно воск покупаем на пасеке. Свои жены, которые без мужей, они льют их и ставят специально человеку. У нас не ходят по иконам. А когда уже уходить, Евангелие, икона, крест, поцеловали и пошли. Первый год мы приходим, объявляется, встанем все на молитву. Все встали 7 минут до начала. 7 минут не шевелиться, не переступать, не шептать, не кланяться. Стоять и благодарить Бога за прошедший день и неделю. Тогда открываются царские врата и начинается богослужение. Надо подготовить себя к этому. Вот как. И вы у нас это все увидите. Это большой труд положенный. Да, отец Игнатий, я это все слушаю, смотрю. Но по Иисусу молитву, конечно, я не согласен. Я подготовлюсь, выпишу апостол. Вы проверьте на себе. Выписывать не надо даже ничего. Нету в Библии этого. Я сказал, Господь будет судить нас не потому, что монахи сказали, а что в Библии написано. 12-48, 12-й глава, 48-й стих Евангелия от Иоанна. Что мы будем верить людям, а не Богу? Господь говорит, за это я отброшу вас. Они не Боги, я сотворил вас. Я закон вам дал. И чтобы непрерывно повторять одно и то же, этого нету нигде в Библии. Даже намека нет на это. Навыкать, чтобы голова не была забита мыслями, всякими думами, помыслами. То есть мы живем как бы в присутствии Бога. Так, ну все, я вам сказал, повторять больше не буду пока. Так, больше ничего нет, я отхожу. У меня времени нет, я отвечаю на тысячи вопросов. Давайте. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Вы наши материалы-то не имеете, а то я вам скину сейчас. Скидывайте, скидывайте. Все. Все, 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 все. Отошел сейчас, никуда не отходите, я скину вам. И там будет сайт. Вы на сайт зайдете, там же будет указан. И на сайте вы найдете мои книги. 42 тома у меня вышло. Книги. Дальше. Там ответ на 4124 вопроса, которые мне задавали в университетах, где я вел занятия. В школах, в милиции. Там сокровища, которые в мире нет. У меня три канала. На одном канале только. Кажется, 32 тысячи своих роликов. 89 миллионов просмотров. Миллионов. Это Бог дает. Много полезного. Спаси Христос. Здоровья вам. Да сейчас я вам скину. Не отходите. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok